всем привет это канал красного герцога и мы продолжаем наше стратегическое приключение с игры edge of wonders 4 да а приключение дед себе конечно умеет нажить веселых всяких разных в общем я конкретно лоханулся в прошлой серии еще помнится понаезжал на локализацию исправления все дела на молодец ничего не скажешь учитывая что я немножечко запутался и запустил файлик который запустил ознакомительную версию игры edge of wonders которая была скачена из магазина имени хаттаба добыл был получилось конечно эпично это был эпичный обсе ладно ну я не смог найти где игра лицензионная хранится и вы как их подменить и так далее то есть не в интернете написано где хай я там их не нашел пытался сделать не нашел ни хрена плюсом еще выяснил по ходу дела разбирательства что в общем то несмотря на то что у нас есть какой-то сюжете вот эти дела вот игру шоссе карты карту мира каждый раз игра генерирует по новой вы соответственно там куча разных параметров плюс у меня там скачана была премиум эдишн с дополнительными фишками в том числе и шмотом вот этим вот крутым красивым доспехом которыми нарядили нашего персонажа это оказывается из дополнения в общем короче говоря все фигня начиная сначала так что извините дам слава богу что вы всего два хода сделать успели потому что сейчас будем начинать по новой благо я помню что там было выбор какой быстренько сейчас его приближимся создадим все это вот мистики здесь у нас были одаренные волшебники умелые поселенцы книга была у нас защиты но здесь чемпион есть чемпион соответственно здесь мы да вот он наш внешний вид ну перпол извините мальчик почему тут я 5 совсем как-то по-другому переоделись на что такое так тут у нас шарик тут у нас терненькая тут у нас беленькая костюмчик у нас был ну да такого костюма который у нас был здесь к сожалению нет какие-то сильно меньше все господин и видок у тебя шапку мы наденем вот такую корону ну и плащик мы наверное тоже немножко поменяем вряд ли будет такой ахать нет вот есть неплохой плащик на цвет доспехов черный ну да как то так здесь соответственно имена тоже у нас каждый раз рандомные как и название нашей расы ничего у нас не получилось с бессмертными там чем-то там в общем нас теперь будут изящные чат не слушать им как-то звучит блин ладно пусть будет изящные чародеи тебя звучит как-то по-пидорски ну ладно поехали еще раз начинаем заново надеюсь в последний ну здесь то я думаю ничего нового у нас не будет да вот карту на совершенно другая так здесь то же самое а вот начальная магия другая тоже тоже рандомная метка неуязвимости космическая ликвидация слава богу это у нас осталось и магический щит а или нет или та же не понял так мы здесь опять же задание все тоже уничтожить трех врагов построить фирму карты у нас место я так понимаю да всегда одно и то же окей на но здесь тогда у нас собственно давайте присоединять провинцию я там присоединился фирму построила здесь как-то тут с этим немножко поскромнее ну давай вот этот присоединим фирмой там лесопилку может был я не знаю я пока не понимаю то есть у нас вот это вот то есть я могу ее дальше эту территорию развивать или нет то есть допустим построить здесь еще лесопилку потому что если только одну можно строение на провинцию то я хотел бы здесь лучше тогда рудник поставить на где наш призрак разведчик а нет подожди нам еще на душ подожди надо еще до постройки склад ну и сразу тогда волшебного стражу нанимаем то все не надо так да блин попади штыф у нас уже в челиком так попал ну давай вот это заберем хотя наверное ну туда ой нет не заберем я не я тебя вас не заметил изменить надо было тогда сюда идти ну ладно улон какой-то а ну да и науку выучить я спутник ворона хотел вас бы уставил да ну давайте мы его и поставим так а ты у нас значит чё можешь понише сразу тоже опять повоевать алё на спокойная битва можно золоточки производства или снаряжение для героя ну давай попробуем а нужно сначала мореходство выучили он тогда давайте валить вот этих каких-то пернатых гарпиев посмотрим что за зверь да блин да не тут ой начинается блин деревне лета так все я понял отстань отстань поехали так опять таким опять такие дубль дубель 2 так вы далеко не летаете получает эффект отравление 8 единиц урона за каждый ход действует на бесплотных и нежить так ну давай сюда встанем вдруг они к нам сюда прилетят нет да блин я опять забываю как по правой клавиши управления странно какая-то сетка конечно отстань факт она факт она странная подожди а где вообще интерфейс сетка перемещи сетка вот пожалуйста дайте нам сетку а то без нее как-то как-то не прикольно да но это тогда лучше сюда что она вот как-то так так где на шкопе не бубни я и так умный тот факт что мы начинаем эту игру второй раз начинает вызывать вопросы да а так ли это да блин как-то они не сразу переключаются иногда ну как-то так да все господи дарим дэв 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 конец ходу так как станет используя не заклинание ну а хрен ли делать блин как же я путаюсь в этих клавишах я же брал тебе блин я не поменял ему оружие он с булавой носится бляха муха ой тупизна ну и чё третий раз начнем да вместо того чтобы магией тут шарахать болин да теперь уж по хрен да тупо лишь ты бубнилка блин вот так всегда всякая фигня приключается это задолбал ты меня хочу подойти и шарахнуть никак да я понял что это сапор чушь ты так назойлива то подруга ну допустим она заклинание я совсем забыл про заклинание этот самоубийца да блин обидно конечно что придется с рукопашником бегать вместо того чтобы нормально тут воевать фигачить магии издалека ну что поделать побегаем так нет надоело я конечно первый раз играю в эту игру но не первый раз играю стратегии поэтому где у нас выкол и на хрен займ бубнижун бесконечным есть чё по будем читать гуглить еще вот это вот так собственно подружиться с городом с кулоном да но это мы уже знаем все так вот он собственно город кулон речи сепаратистами давайте официально вступим в дипломатические отношения это у нас тоже все уже было собираетесь ага вот так вот да ладно мишки какой ну хорошо мы подождем блин а на хрена нам разведчик а тут все блин в обороне все в защите каждый тихо куда не ступи блин кто-то сидит и ждет у моря погоды когда мы придем чтобы можно было дать нам по рогам бесплатных ресурсов практически нет алявных но я не хочу пока я хочу все таки дождаться когда у нас будет второй отряд пехотный и только после этого уже да блин воевать не ну магию по чуть-чуть все таки мы собираем там есть кто склад проведет кто есть кто нет я не вижу по моему нет а опять же мореход стану на ошибись а почему не засчитана я же завалил чуваков почему 0 из 3 это не тот враг который нам нам нужен так подожди блин да не все сразу зараза ну ладно хрен с ним так здесь у нас что-то мне вот что-то он в городе хотел а он мне предлагал наверно еще одну провинцию тяпнуть и не да я здесь не могу ничего больше поставить ну не ну а чуть так а а что-то там про очки говорили да у нас еще такая штука есть я могу сделать спонтанное волшебство применение боевых заклинаний снижает стоимость всех прочих боевых заклинаний на двадцать пять процентов на два хода а ну я не знаю ну давай наверное все ты за началось изучилась как тебя там понять нет вроде наверное все ну ладно так значит ты сюда они доходишь все три еды получили чудесно какой-то древо фей наверняка тоже опять драться придется еще ход на то чтобы закончил вся товарищ 45 маны и я так понимаю да лучше вернуться третий день наступает вот он товарищ поступай к нам в армию да можно так это здорово ну и собственно вот можно тогда вот это вот не слишком рискованная битва а кто у нас здесь 3 уровня тролль черный ворон и призрачный ястреб рукопашник 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 плюс дистанциональщик ну такое а чё по магии спутник ворону кстати да это надо значит колдовать эта магия наверное да ну допустим ну допустим или это она готовится только вот да спутник ворон как раз исследовано что еще статистический щит оглушение свиток гармонии чара странника мурин воин будет двигать быстрее воины не являясь мистики получает способность гармонии звездной клинки увеличивающий наносимый урон когда бою применяются заклинания а у меня эта хрень по моему и так включалась давайте вот это тогда ну давай дойдем до древа феи в писании рассказывается как перерожденный первое перворожденные эльфы посетили множество миров повсюду сея семена жизни это образительное дерево живое свидетельство тех далеких времен говорят что душа перворожденных все еще живет души же перворожденных все еще живут внутри дерева и когда ему угрожает опасность они выходят наружу принимая облик опутанных древо феи зона так древнее чудо при присоединении выполняет функции лесопилки дает 5 авторитет 15 еды 15 производства минус 5 части стабильности 2 плюс 2 куманы к знаниям за каждую лесопилку владения города во время сбора сеньоров открывает доступ к опутанным рао опутанным защитником и опутанной погибели а кстати тоже локализация креп я удалил ту игру я дает у версии удалил ну то тут тоже окончание кривые на это сражение может напасть только одной армии в главе и должен стоять герой короче она не захвачена потому что некому окей разведываем дальше подземный проход так ну ну а хрен ли нам только легкие миссии что любра и давайте попробуем неровные точнее тяжелый бой ну точнее тяжелые так почти на равных короче так в чистом поле с мельницей рядом на какую минуту выставляет это поле боя мягко говоря странно хрена у нее дистанция даже он ворону его охренели и он с этих дистанций поди еще кидается на этими своими сетями как ты знаешь мы наверное все таки чистом поле то тогда и постоим ты там 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 так целительность куда-нибудь сюда угу да мать твою за ногу что же не как через жук на то переключается тхнул уже нет она все равно еще блин выкуривает я живу причем вам даже за этот поставил защиту тупизна ну вот да управление очень кривое видно плохо нормальный угол не возьмешь камера блин камеры без выбора наклона это такой пердец а что тут все горит на это горит и хрен попадешь еще надо попасть блин конкретно в юнит и блин чтобы выбрать юнит же ну тупо 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 ладно управление мне здесь не нравится уже ну и чего мы хотим сказать что мне придется идти в атаку видимо да ну для начала я могу конечно магии его за хрена чтю блин придется да потому что кого же счета я так понимаю это зоны контроля да а ты еще не доходишь ладно тогда я извините еще немножко устаю вот как-то так стена щитов надеюсь это поможет почетно рюкстой а ну и в клинке а стена щитов я опять же упор не вижу плохо потому что мы это не видим ну конечно а как иначе там ты стрелять то можешь стрелять хоть может ну ладно так черно за сильная защита спирт или да я лучше еще раз ликвидирую то да блин этого товарища вот у нас еще клинки ну выпиливаем минус тролль ненавижу зеленых не хрен меня троллить было дам что-то ты обещал гораздо более круто хорошо и выпиливай тогда вообще сто процентов да урон ну ладно нигде они шлипоту накладывать ну то какие петухи злые а чё ну чутка блин могли бы и сдохнуть пробитые сопротивление дважды пробитая ты гад вот ты гад минус 3 единицы снял на тебе за это ну этот зачет пойдет но вообще нормально кстати задача выполнена так вы захватили землю вокруг урочище знамение пробудили в своем народе радость и жажду приключений они хотят поставить пьесу о том как вы привели изящных чародеев к спасению сюжет начинается гибелью старейшины и наследованием книги магии закончится расколом суря с реальтом аркталоном и основанием урочище знамение в долине чудес если вашу честь завершится пророчеством на грядущие годы чего вы желаете увидеть в конце постановки так на 6 ходов в тридцать две стабильности города заход конце зрителям покажут казну в достойную королей мы получим сорок одно золото заход на шесть ходов же так либо еды 238 всего и увеличим население на 1 либо 281 единица найма либо великие ученые трудятся получим знание 23 единицы заход давайте знание получил заход не знаю правда не зачем еще ну точнее знаю зачем до заклинание учить но ладно так и нанять еще одного различка еще одно задание а трое врагов побеждено а в смысле три отряда я думаю что если три врага три единицы я-то думал три отряда на хорошо боя на пасть это сделано исследование мира открыть древнее чудо найти дружечно свободный город а где остальные задания а вот объединенные до задания то есть нас объединение народа подготовка крылья нам не нужен еще один разведчик не знаю про зачем они вообще очень какие-то мутные типы ну раз игра говорит надо плачь нам давайте наймем еще одного разведчика хищники из иных миров встречи разобраться с врагами так три единицы какое-то время ваш народ чувствовал себя безопасности вдали не чудес но всему приходит конец и теперь по улицам урочащие знамения разносится упли ужаса нам конец за нами велись чудовище из иных миров кричат перепуганные горожане вскоре возвращаются ваши разведчики неподалеку от города они обнаружили создание из астрального моря уже захвативший изящных чародеев поколебал вашу решимость неужели это акталон был прав значит ваша магическая сила привлекла создание за грани миров вам придется разобраться с чудищами астрального моря появившимся в окрестностях учащие знамения только так вы сможете защитить свой народ и восстановить авторитет его глаза так скоро потому что подусторонние твари поймут что изящные чародеи не станут для них лёгкой добычи награда знания и неизвестный бонус тык заклинание готово да их их это это они готовятся спутник ворон дает плюс два ну наложить до чары на разведчика или нет подожди ждем 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 второго разведчика сделаем тогда и над накладем так ну хорошо пойдем дальше а где эти товарищи то появились я чуть не вижу их ни хрена чуть медленные по лесам хожу для эльфа ну ладно подземный проход ночью спустимся в подземелье или посмотрим на развалины города ой зуб сын дрен с тех пор как вы прибыли в долину чудес вас неоднократно посещали яркие и правдоподобные видения теперь же перед вами предстоят предстает решительная эльфийка приветствую вас литой от рейдис меня зовут сандрен из дома и неох мой народ охранял эту долину на протяжении многих веков чтобы не случилось ее судьба навсегда связанности сна тесно связано с нашей некоторое время мы пристально наблюдали за вами другие более могущественных гадир также заметили ваше прибытие я чувствую вас некоторую враждебность но также и огромный потенциал выслушайте меня и тогда возможно вам и вашим взященным чародеям удастся избежать гибели ну давай слушаем забытая башня освободить башню судеб пиромант я к вырвался на свободу вернулся в атлум него взор устремлен на долину чудес он накапливается единой демонические силы не потерпит соперничество особенно со стороны начинающего мага вроде вас примите искру магии который пробудилась внутри вас вам нужно присвоить себе силу ближайшей башни суде прежде чем это сделает я к если вы не подготовитесь он просто сожжет ваше поселение дотла сандрин советует вам исследовать башню судеб и на ли чтобы направить ее силу на борьбу с якой ну что примите монет мою субблагодарность вместе мы сможем удалить даже короля волшебника легкая сюжетная линия вы соглашаетесь на это задание я вам по награду получаем ману и неизвестный бонус и отношения сандрин из дома неох плюс 400 либо мы прогоняем ее получаем трудную сюжетную линию отказываемся от этого задания и портим с ней отношения к такому меня жизнь не готовила блин ну пусть будет легкая все-таки я только начинаю будем играть по легкой ты можешь дойти до развалин города твою мать осколки прошлого глубине долины ваша астральная проекция находит руины покрытые буйной растительностью когда-то тут был процветающий город великой цивилизации однако его развалины давно захватили силы природы и все же мирный зеленый покров не скрыл незримую горечь этого места вы понимаете что в руинах обитают древние духи которые все еще оплакивают некогда случившись здесь трагедию эти развалины могли бы стать отличным местом для основания нового города так печаль минувших веков уступит дорогу новому будущему так мы получаем получили уже 77 единиц авторитета и я поразмышляю на этим либо древние духи отличная возможность изучить тайны прошлого я поразмышляю я так понимаю не авторитета не хватает чтобы новый город основать либо я попытаюсь связаться с облужшими духами узнать об их прошлом проверка по приверженности астралу сила 4 60 процентный шанс успеха истории духов позволит вам лучше понять саму суть мироздания мы получим 118 единиц знания это всего лишь сократит на два хода изучения статического счета либо если в случае неудачи духи не отвечают на шесть ходов мы теряем способность приверженности астрала не ну я поразмышляю надо этим чушь там так где наш чувак чувак наш блин тоже тут нет нет неудобная камера снести руины восстановить город из ясных чародеев а мне нужно героя сюда подогнать ну ладно ну давай тогда а как войти а нет нет дожди а как войти в подземелье я надеюсь моя астральная проекция умеет ходить подземелье о войти ой тут жарко но есть припасы заклинание готова это я помню а как мне перевестись наверх где сменить карту нет журнал помощь нет подожди а просто перенестись переключиться на верхнюю карту а вот так да точно о кем ну конец хода задание конечно они мне тут надавали а сандром у нас это получается еще один герой о кем так урочи знамение завершено производство склада и может присоединить еще одну провинцию ну вот интересно кстати следует ска станции мне бы неплохо да ваново всего потому что меня вообще как бы не капает наука портал ману дают не ну давай знание она у меня здесь вроде единственных а нет еще здесь можно давай знание начать строительство провинции на которые претендуют другие на эту провинцию уже заявлены претензии если начали здесь строить другие правители получат повод войне против вас им станет проще объявить если проигнорируете претензии свободного города на то это отрицательно скажет зараза я кстати забыл о свободных городах до передать им шепчущий камень четыре хода договора сотрудничестве ладно подождем твою маму подождем твою мать но тогда сюда оставим еще аж эта хрень не все-таки нужно чтобы знание на речь и сюда тоже претендую а вы не охерели там товарищи в атаке своими претензиями армичу дает тоже плюс 5 еды 10 еды 5 производства и 15 еды кстати нужно население увеличить за опять же этот самый авторитет ну давай построим каменоломные опять же вот так так склад готов что уж что уж усиление требуется двери с опилки а у меня две каменоломные сюда лавка вот она собственно подписана лавка усилена золотишко нам дает и часовню те усилен дает нам ману как раздать мы за три хода до поставим часовенку так проекция еще год год ход ждать так давай забери тут что лежит красивого 40 знаний как раз кстати большая логово чудовище кстати надо будет зачистить логово чудовище и 75 еды какой-то подземелье прям совсем кучу ладно так а где мне радостное сообщение что я выполнил задание я же выполнил задание вот еще один разведчик да а здесь нет за награда просто просто иди построй разведчика не будь к сволочью ok так нами злые силы обитает в этих врагах природа не различает добра и зла и знакомы лишь голод защиты территории забота о потомстве таких гнездах и норах обитают самые разные дикие звери но всех их объединяет одно врожденные свирепости мощь плыков когтей или клювов которые могут поспорить самую острый сталью логово пробудется через девять ходов вместо захватила же кучка ужасно ужасных чудовищ если не разобраться с ними медленно будет становиться сильнее со времени начнут посылать отряды чтобы расширить свою территорию понятно как увидел так убил а это кстати не вот это ли задание хрен его знает ну давай попробуем а кто у нас здесь стать сыкач и молодой веприк на шашлыки значит пришли хорошо будет у нас шашлычок и свинки и хрю-хрю подходи поближе так что-то как-то далековато там встали да ладно мы тогда подойдем немножечко поближе ты у нас давай тогда сюда ты у нас тогда вот сюда странные звуки издаете ребятки ты у нас давай здесь спрячься высокой траве ты у нас тогда спрячься вот здесь станет за спиной у них такая группа поддержки вы решили туда напасть на ну у нас же есть магия замечательная космическая ликвидация давай у тебя болин ликвидируем лично ты у нас тогда перемещайся поближе сюда вот и у нас стань тоже немножечко поближе вот так вот так раз вы решили не в ту степь пойти ай вы стреляете на ой ой я не ожидал да блин дикобраза стрелки надо было внимательнее смотреть жарки бутербродиков чтобы не стреляли своими копию и стрелами так ну тут принципе дачу бей у порта какие еще варианты а ты можешь подойти все равно не достаешь да ну тогда подвечи хотя не знаю зачем это но а кстати она по площади херачит это интересный момент ну и так через голову своих ну не лег легкой было ногу конечно без вопросов бам награды об маска отчаяния образ отчаяния такой чем ближним бою с базовой вероятностью 60 процентов применяется эффект отчаяния воин теряет 5 дней с боевого духа в конце своего хода я принимаю конечно какие вопросы ищу кто же отказывается от награды вообще даже если она так ты у нас отходился и у нас есть возможность зайти в героя а как кстати зайти в героя я так отказался наверное зря барона места обзор герой а посмотреть и у нас кстати у него еще уровень есть а как бы мне так стрельба из лука судара магическое искусство спротивляемость энергетический поток повелитель молнии управление молниями всегда попадает в цели я надеюсь наверное ядра эти в смысле эти господи сферу это надо придется где-то искать на поддержка так подожди а что за маска то а вот значок да я могу да вот выбрать повесить маску отчаяния хорошо образ отчаяния гармонии звездной клинки жалко на ними на мнение не отображается ну ладно так а через здесь тогда повесить на один правильный ход дает плюс 8 качкам движения в смысле на один ход если как магия что ли придется включать игнорируется до 1 очка сопротивления плюс 10 точности наносит урон выбранному вражескому воину а также другим воинам до двух ради что с короче цепь молнии еще пробитые сопротивление на электролизованность понятное дело 12 мне нравится с 1 сопротивление пизда к сопротивлению энергетический поток атаки получает плюс 80 урона до конца следующего хода я давайте миг повелитель ему не возьмем будем хреначить мумиями безо всяких шаров а если надо то и булавой по башке на стучим отлично нет стоп что я еще могу уровень а 0 0 не могу хорошо так кстати могу нанять еще одного героя и вот теперь можно шахнуть спутника ворона на на 2 на 2 армия на наложить чары а а вы у нас теперь вот так вот отображаете из на прикольно прикольно и врачи знамение может присоединить еще одну провинцию какое счастье блин вот и вы меня как-то это немножечко дизморалить с этими провинциями залежи железо территорию темпу 15 но опять же дорогник сбалансированное развитие будь она не ладно так что мы можем построить здесь близк маны обитель воплощения чудо и плюс маник плюс на ходу найму плюс доходу производства кстати городской центр я могу поставить дистанция присоединения провинции плюс даже доходу золото позволяет строить особое улучшение провинции открывается литинца щит чар таверну городской но с другой стороны надо же как-то и достроить да то что у нас есть а человек стать часто и очень любит я тик наш лесопилку нужно поставить 2 лесопилки ну давай уж обители воплощения да тем более там два хода всего авось прокатит кстати может и стоит доступен новый навык адаптивные исследования так мини-империя астрал и соци перетасовка навыков при исследовании стоит дешевле построить городских сооружений для исследований стоит дешевле на 50 процентов меньше золото и очков производства мир меньше тоже а здесь чего заряд воинам грузиться на корабли пересекать да вот это я могу мореходство короче это надо взять обязательно чтобы забрать вот эту фигню так статистический щит статический точнее изучен изучен или изучен защитные руны и сопротивление берегающий жезл дает выбранным воинам фильм усиленное сопротивление или же призыв фантазм воина воин со щитом заману наносит электрический урон давай возьмем посмотрим чудо 100 шо нам это даст пока вы как ты медленно ходишь на две клетки ну короче вылезаем отсюда тут нету ни фига как оказалось медленно медленно идет процесс наступает день 10 между тем так вас провозгласили другом а сандра меня провозгласила а вот кстати дипломатия вместе мы добьемся не единого процветания так разглашаем я могу тоже сделать заявление могу объявить войну могу послать ее на хрен могу переговоры очень знакомая картина дипломатии прям вот прям вот прям до боли знакомая так переговоры общие активы холдовская связь правитель вступает к лодовскую связь чтобы улучшить отношения империи получить возможность заключать новый договор повышающий дипломатический статус эти увидят место выражения положение тронного города и могут призывать друг другу на помощь да и войне договоры это заключенные или нет это какие мы можем заключать к никакие хорошо мана у нее есть и меня есть ресурсы или могу послать и подарок и гиперда какие тут могут быть ресурсы золото 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 и больше ничего хорошо ладно а что за заявление можно сделать разгласить еще дружбу так еще и денег за это заплати я и шуи денег должен заплатить за то чтобы назвать ее своим другом вот это наглость отношения империи 290 уважения баланс правдания войны нет разглашена дружба субриковать повод разгласить вражду или осудить ну короче тут как бы вариантов немного ладно давай хрен хрен сто монет в общем-то это у меня доход с одного дня разглашаем дружбу мы получим модификатор к отношениям благодаря которым они будут постепенно отношения будут постепенно улучшаться пока не достану не достигнут 300 единиц видим каких-то любые поводы к войне в отношении этого правительства он слабее на 40 процентов если правители провозгласили взаимную дружбу договоры между ним повесит бонус отношениям еще на 25 вплоть до максимумов 400 чего-то там поддержание дружеских отношений стоит 10 золота за ход плюс 10 золота за каждое последующее провозглашение какие жадные разработчики тянут бабки буквально за все хорошо так и быть 10 единиц мы потратим у нас тут как раз а это отношение империи уважения и репы репы мы опять что-то там у нас 305 чего-то там в основном за счет доверия сандрами тут понятно окей ладно бог с ним с дипломатием производство завершено обители воплощения почему ты мне два раза сообщаешь о завершенном производстве непонятно так 44 хода 3 хода два хода давай лавку строить раз там всего два хода тем более золото как раз потратил опять 79 стал тоже до содержания наверное сразу закладывается еще до того как она построена так мне 237 наверно повышать численность населения стоимость действий зависит от количества ходов оставшийся до естественного роста у меня остался один ход аначе смысл повышать час нет смысл разведки бродить тут же везде у каждого стоят от морды вражья куда несуся у каждого ресурса они тут чуть подобрал маму как раз даже не заметил окей так день 11 и переговоры прошли успешно до договора сотрудничестве с кулоном свободный город открывает свои границы возможно торговля до двух ресурсов можно подавать покупать магически и материалы дали договор взаимопомощи а ну здесь все это еще не пройдешь блин наверное так корабель корабель а а ход на ход точнее на посадку высадку ход как в четвертый по моему и в третьей цели ну ладно а это вообще такое а я куда встал источник ману при присоединении понял а это и город а нет это башня судя про который набухтела который надо захватить ну явно не этим персонажем конечно окей значит тогда сейчас и товарищ забирает едем дальше а ты кто такой а ты как раз на этого склона едем едем дальше строим здесь второй город где там эта хрень была вот здесь развалена здесь тоже кстати что-то по заданию надо а потом идем освобождать башню судя симбы она там не была заполинание готова это тоже стратегическая она данным сейчас сейчас не надо призы фантом воина изучена чары странника воины подвесными очень высокую скорость это гармонии у меня и такие звездные хотя если брать второго героя давайте да может быть действительно возьмем второго героя так лавку построили и может присоединить еще одну провинцию ну-ка все равно на все равно зараза хорошо так чем не там надо то было для построить чик на их улучшения лесопилки были еще одна ферма до призывателя камня находку она производства лесопилка для дали сапилки на на или кузнецу который открывает темп темп усилий на маме ищем она и вообще конечно еды надо больше библиотеки лесопилка 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 давай вот это вот возьмем благо тут только лесопилка то и есть я так понимаю что ограничение на провинции есть поэтому рано или поздно я пожалею что не захватила эти ну ну и ладно вот теперь можно библиотеку жить ну и ладно так героя подожди давай походим заберем во первых это место элемент неожиданности завидев вашего армии группы элементарий элементарий впадает в панику температура воздуха начинает резко непредсказуемо меняться малый дух волн который похоже возглавляет неприятельский отряд охвачена сомнениями она явно не явно понимает что сражаться с вами это верная смерть но не хочет бросать своих подчиненных на погибель будете атаковать или позвольте малым духу волну его излишне темпераментным спутником уйти напасть на них впасть в зло пусть уходят стать поесть в добро либо позвольте ему пену потребовать часть их стихийной силы и получить 132 единиц ману давайте встречем шрифман пусть бабло платят да а то тут и что ишь ты блин и еще 707 монеты 76 этих самых вот лично высаживаемся высаживаемся а тебе чего а это наверное а вот эти вот эти тварь из иных миров да блин да астральный собиратель малый дух волн опять же и астральный огонек муки там паучки рудничок захват которого вернее помещение нас на которого ничего нам не дает а мы можем переходить по этим территориям что не может не радовать ладненько давайте тогда сейчас убьем это как раз астрального нашего гостя сначала блин так я часто размышляю своих союзниках и врагах и мне приятно что вы принадлежите скорее первым обе нашей империи только выиграет от сближения готова обсудить новый договор какой и чем я выбирать должен ну хорошо готова так обсуждай новую очку доступно позволяет военным раскапывать земли в подземелья зачем дает 20 процентов 20 к мощности наверное очень бак качкам боевых заклинаний качкам глобальных заклинаний здесь кстати никак не доползет я наверное вот этот минус 50 процентов лучше возьму не мудрите мне и не делайте мне мозг так близкман и кузница институт волшебства еще больше знаний а где вообще доход здесь написано 70 а плюс от плюс 70 70 вход на центр но опять же два хода давай 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 папа вот то что побыстрее строится так ты иди тогда дальше иди тебе те хрен пойми куда тебе идти здесь чувствовалось один ход до чего до полного дамы ну и ты тогда давай валить эту астральную тварь не слишком рискованная битва ну на всякий случай давайте мы конечно сохранимся мало ли а то всякое бывало в истории встречи с хищниками из иных миров как только вы приближаетесь к существам из астрального моря они обнаружают свою противоестественную природу во всей ее невыразимой мерзости хтонические твари лавкрафта них извивающиеся щупальцы покрыты бесчисленными глазами которые смотрят вам самую душу вокруг царит жуткая тишина воздух буквально трещит от разрядов магической энергии ваши воины дрожат от страха от одного вида астрального собирателя что вы будете делать каким бы страшными не были эти твари должны сдохнуть в бой тут все понятно предстоящем сражении действует эффект обескураженные атакующие минус 10 боевому духу пообещать нагадую награду за голову и так то есть мы потеряем золото но приободренный плюс 10 напомнить воинам о храбрости и подвигах их отцов теряем авторитет до приободрения либо направим магическую силу чтобы изгнать этих согнает сознание создание господи а правильно обратно обратно в астральное море проверка на прибереженность так 60 процентов чудовища бегут ненависть независимая армия будет удалена из этого места 40 процентов неудачи чудовища сопротивляются нападают на 6 ходов теряем способность приверженность к астралу мы опять же будем от бескуражено либо просто сбежать 232 тыс давайте мы за 109 единиц золота приободрим наших в общем-то атакующих и потребуем принести нам голову астрального собирателя нутис посмотрим что у нас тут из этого получится готовы не туда ребята понеслись вот он значит собиратель на 3 уровня кстати чувачок чувачок-то 3 уровня ну не очень наверно грамотно делаю но не могу сделать иначе тогда у меня теперь есть возможность жахать молнии но тем не менее я встану в проход бум стена щитов далеко ты бегаешь не очень давай-ка мы ты машина добежишь вот сюда как раз добежишь так ну а ты пока постой здесь так 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 я чё-то кстати не глянул опять кто у нас рукопашник кто дистанционщик ну давай сюда нормально на электризовали а еще можем вот так сделать духу совсем стало грустно так волшебник страж стой страж стой так можешь у нас подойти кстати вот сюда и добить дух она но с другой стороны здесь тебе достанут или нет снаряды космоса он стрелок тогда достанет стой чистая ах ты-то ах ты-то мембрана не действует какая-то остыков ты нихрена себе засветила от души от души блин ликвидируем космическую угрозу ну да придется потратиться а стоп они сдохли они сдохли чудесно асакас фланга сюрприз мазов пока вот так вот отлично кажется мои ребята довольно происходящим 50 процентов маловато конечно ладно он был поискать позицию получше ну и добиваем астральная мембрана не действует образ отчаяния не действует но я его главное что все-таки звали победа хотя да неплохо но так нахлад нахлобучил моего чувачка и мы получаем награду собственно ману и счастливое кольцо плюс пять процентов вероятности кредит крита отлично принимаю награду последствия хищники известных миров разрыв источники маны гудит от напряжения изливающийся из астрального моря чистая энергия вновь входит резонанс астральными потоками астральные чудовища были изгнаны из атлы оставив лишь воспоминания об ужасах что таится за пределами этого мира несмотря на страх вы понимаете что вам посчастливилось узреть нечто грандиозное невероятное образ окна распахнувшуюся между мирами внезапно к вам приходит вдохновение сконцентрировавшись как мой вы вы можете прямо сейчас призвать что-то из астрального моря так еще мы получаем 122 знания свиты гармонии сроки меняются с пяти до трех ну хорошо на вызвать волшебный артефакт мы получим медальон концентрации в начале бой дает 10 очков заклинания бою но только на бой создать крупный кристалл маны то есть 212 денис мана получить ну такое призвать магического спутника мы получаем дух ветра это боец второго уровня удар рукопашный еще и вихре может устраивать высокая скорость ну плюс 10 очков заклинания в бою значит как не обращал внимание сколько у меня их вообще то есть или мало 10 очков а вот магический спутник я так понимаю духа ветра можно получить только вот таким макаром или нет опять же второго уровня боец на мне башню штурмовать давайте призовем поменяем на целительницу например толку от нее не очень хотя она тоже кстати 2 ну посмотрим плюс я все равно хотел в общем-то нового этого себе героя нанять можно ему отправить будет кстати или героем можно будет отдать а кстати вот они тоже я вижу прокачиваются как то есть какой-то толк от этого я могу и да вот и можно будет смотреть ветеран ну я так понимаю у жизни больше становится и что-то еще то есть как таковой прокачки нет но с руками что-то ему выбрать не получится по крайней мере на этом этапе ладно источник маны у нас окей тогда в следующей серии построим второй город и захватим башню судеб если сможем а это серия тогда на этом все если она вам понравилось ставьте лайк если не понравилось ставьте дизлайк оставляйте ваши комментарии делитесь впечатлениями об игре о моем канале моем прохождении подписывайтесь на канал если еще не подписаны и также подписывайтесь на группу вконтакте ссылочки в описании если у вас есть аккаунты на вазде или троу подписывайтесь на мой канал и там заглядывайте к нам с лоградки на наш дискорд сервер ну и не забывайте жать на колокольчик дабы не пропустить выход новых серий а у меня на этом на сегодня все всем спасибо и пока